Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Рязанской области Шитова Ирина Вячеславовна. Здравствуйте! Здравствуйте! И сразу такой вопрос. С января 2023 года единое денежное пособие было назначено более чем 9 тысячам родителям, а детей еще больше. И начнем с общего вопроса. Что же такое это единое денежное пособие? Да, с января 2023 года в Рязанской области назначено единое пособие более чем 9 тысячам родителей и в отношении 18 тысяч детей. И также было назначено единое пособие 558 беременным женщинам, которые встали на учет медицинской организации ранее 12 недель беременности. И фонд затратил уже на текущую дату более 195 миллионов рублей. В целом единое пособие объединило 5 действующих пособий для беременных женщин. Далее уже идут при рождении ребенка от нуля до полутора лет, до трех лет, с трех до семи и с восьми до семнадцати. Из 2023 года в отношении данного вида пособия применяется единый подход – это комплексная оценка нуждаемости. Соответственно, граждане, которые уже назначили пособие до января 2023 года и уже являлись получателями различного рода денежных выплат, за ними сохраняется право. Но каждый гражданин из этой категории может претендовать на это новое единое пособие. При установлении нового пособия определяется право, и в случае, если право не возникает, то фактически продолжается выплата прежнего пособия. Ну вот как раз вы перечислили, что родители, дети, беременные женщины. Давайте расскажем, кому вообще в целом оно назначается, кому будут выплачивать. Единое пособие назначается в первую очередь малообеспеченным семьям. Среднедушевой доход семьи на каждого члена составляет менее 12 794 рублей. И с учетом еще оценки нуждаемости. Под нуждаемостью понимается это наличие еще иных каких-то факторов, таких как недвижимое имущество, движимое имущество, вклады в банках и так далее. Сведения о доходах при расчете указанного пособия исчисляются за 12 календарных месяцев перед месяцем обращения за указанным пособием. Далее все доходы членов семьи суммируются, делятся на 12. И вот эта величина как раз будет являться доходом среднедушевым на каждого члена семьи, уже поделенные на всех членов семьи. И если эта сумма будет составлять менее 12 794 рубля, то устанавливается единое пособие. Семьи могут претендовать на данный вид пособия. Здесь оценочная характеристика будет накладываться практически на все. Про доходы мы уже сказали, это у нас и зарплата, иные виды выплат, вознаграждения и так далее. И далее идет уже оценка имущества. Это квартиры, то есть на каждого члена семьи должна приходиться, вернее на семью должна приходиться одна квартира. Если это несколько квартир, то суммируется площадь, и на каждого члена семьи должно быть не более 24 квадратных метров. Также следующее, у семьи может быть один дом или несколько домов, и площадь на каждого члена семьи составляет не более 40 квадратных метров. У семьи может быть одна дача, одна машина, земельный участок не более 0,25 гектар в случае, если семья зарегистрирована в городе, и не более 1 гектара, если семья зарегистрирована в сельской местности. Ну и соответственно будут оцениваться сбережения по вкладам. Отдельно оценивается семья, которая относится к многодетным семьям категории. Данная категория как бы семей присваивается статус многодетной в случае, если в семье имеется трое и более детей. Фактически данный статус нужно подтверждать в органах социальной защиты населения, и после подтверждения указанного статуса небольшие как бы дополнительные льготы при определении права учитываются. То есть у семьи, например, может быть две машины, если семья многодетная. Размер выплат, он тоже разный. Вот от чего он зависит и как определяется? Да, с 1 января 2023 года, когда вступили в действие нормы по установлению единого пособия, подход к тому, что выплата всё-таки назначается в размере 50, 75 и 100 процентов от нуждаемости, как бы по этому принципу назначается пособие и для беременных женщин, и уже для семей, имеющих детей. 50 процентов от прожиточного минимума либо трудоспособного населения для беременных, либо 50 процентов для трудоспособного населения для ребёнка – это базовый размер. Далее рассчитывается доход семьи в денежном выражении, то есть учитываются все виды выплат, в том, включая и пособия, и различного рода дополнительные выплаты. Суммируется уже назначенный размер пособия в размере 50, делится, получается, на 12 месяцев, на количество членов семьи, и если это не превышает прожиточный минимум, то далее устанавливается 75 процентов размера от прожиточного минимума, то есть 75 процентов размер пособия будет от прожиточного минимума и так далее. То есть такая поступенчатая оценка нуждаемости. И фактически, если семья совсем малообеспеченная, то устанавливается размер пособия 13 155 рублей, ну а минимальные, соответственно, 6 577 и 1050 копеек. Мы вот говорим о выплатах, о том, что действуют они с 1 января, с 1 января назначаются. А есть ли какой-то срок для того, чтобы их оформить? То есть вдруг те, кто не успел до 1 января, всё, или сроки другие? Норма закона, который действовал до 1 января 2023 года, она сохранена в отношении сроков установления данного вида пособия. То есть при обращении граждан за установлением единого пособия гражданин обращается через портал государственных услуг. В заявлении указываются все дети, на которые гражданин будет претендовать на данное пособие. Фактически заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней специалистами фонда. В случае, если ответы на межведомственные запросы не поступили в течение 10 дней, то срок рассмотрения продляется еще на 20 рабочих дней. Также у гражданина имеется право, допустим, донести какие-то необходимые документы. Но фактически срок рассмотрения составляет не более 30 рабочих дней. В случае положительного решения, решение о выплате уже формируется в течение 5 рабочих дней. Если выносится решение об отказе, то есть семья не прошла по всем критериям, то на следующий рабочий день после вынесения решения об отказе гражданин уведомляется через портал государственных услуг о том, что произошел отказ. Ну и фактически о всех действиях специалистов фонда гражданин уведомляется. То есть на портале можно проследить, в каком статусе заявление. И фактически уже ожидать денежных средств в течение определенного времени. По поводу выплаты указанного пособия. То есть первая выплата у нас поступает на счета граждан в течение 5 рабочих дней, если это новое назначение. Далее выплата уже организуется в месяце следующим, на который приходится это пособие. То есть фактически дата выплаты – это будет третье число каждого месяца. Это первое пособие приходит вне зависимости вот от этой даты, на ту дату, на которую как бы 5 дней истекает. Есть такая вещь, как правило нулевого дохода. Что это такое, как это работает? Расскажите нам об этом. Правило нулевого дохода – это не новое понятие в этом пособии. Фактически оно возникло, когда устанавливалось пособие с 3 до 7 лет еще органы социальной защиты населения. То есть данная норма перетекла в действующее законодательство в отношении этого пособия. И правило нулевого дохода, оно само за себя говорит. То есть заявитель либо член семьи не имеет заработка. Далее нужно определить фактически, а чем же гражданин занимается. Потому что если мы говорим о семье малообеспеченной, значит есть причины, по которым гражданин, один из членов семьи, не осуществляет трудовую деятельность. Это может быть и супруга беременна, либо она занимается уходом за ребенком, либо супруг занимается уходом за ребенком, либо это единственный родитель, либо это многодетная семья, и один из супругов занимается также уходом за детьми. Это может быть уход за инвалидом первой группы, престарелым, инвалидом с детства. Это может быть обучение по очной форме до 23 лет, срочная служба, служба занятости в случае, если гражданин безработный стоит на учете, служба занятости. Это может быть длительное лечение либо заявителя, либо ребенка. И фактически вот этот период должен составлять не менее 10 месяцев. То есть это не обязательно 10 месяцев какого-то из одного периода или причины. Это может быть суммарный период, набранный вот эти 10 месяцев. Фактически, если гражданин в расчетном периоде проработал хотя бы один месяц, то правило нулевого дохода не распространяется. И вот этот один месяц, он будет учитываться у нас в тот период, который мы берем для расчета. Это 12 месяцев перед месяцем обращения. А мы вот говорим семья-семья, а вот проходит у нас оценка нуждаемости семьи. Кто у нас входит в это понятие семья? Каких человек оценивают, скажем так? Во-первых, при написании заявления, то есть заполнение такой интерактивной формы заявления на портале государственных услуг, заявитель должен очень четко понимать, семья, что это, кто к членам семьи относится. Нужно для этого подготовиться, приготовить все свидетельства о рождении, чтобы не допустить ошибку фамилии, имени, отчества, супруга, детей. Актовые записи должны быть все четко и точно указаны, потому что через межведомственную электронную систему все данные сведения проверяются, и в случае допущения ошибки фактически заявление может быть возвращено на доработку. К членам семьи относятся дети до 18 лет, независимо от того, обучаются они или нет, и старше 18 лет, если они обучаются по очной форме. То есть гражданин должен понимать, в состав семьи входит, например, супруг, супруга, двое несовершеннолетних детей и один ребенок старше 18 лет, который обучается. Вот в интерактивной форме заявления необходимо более точно указать, что один из детей обучается по очной форме. В этом случае гражданин предоставляет в клиентскую службу социального фонда документ, подтверждающий обучение ребенка старше 18 лет и представляет информацию о получении или неполучении стипендии. То есть в таком случае семья будет считаться полной, будет произведен верный расчет и определено право. Также следует обратить внимание, что состав семьи оценивается на дату обращения, а не на какие-то там обстоятельства, которые были 12 месяцев назад. Это мы говорим про замужество женщины. Когда возникают вопросы, что брак только был оформлен, и фактически на текущую дату подается заявление, то нужно указывать состав семьи именно на эту дату. И, соответственно, у супруга и у супруги будут учитываться вот этот 12-месячный период заработка или иного дохода. Резюмируя нашу беседу, в чем же плюсы единого денежного пособия? Плюсов много у единого пособия фактически. Первое, это мы говорили, сама форма заявления, она предполагает, что не надо писать множественное заявление, то есть в одном заявлении указываются все дети. Это первое. Второе, что для беременных и для семей с детьми можно установить размер пособия, начиная от базового в 50% от прожиточного минимума и рассчитать и 100% прожиточного минимума в зависимости от дохода. И это идет у нас обеспеченность, так называемая бесшовность получения пособия, начиная от беременности женщины и заканчивая возрастом уже детей фактически 17 лет. Также одно из плюсов данного вида пособия в том, что можно при установлении единого пособия еще использовать средства материнского капитала. Это ежемесячная выплата, которая с 1 января 2023 года может быть установлена при рождении любого ребенка и при достижении возраста 3 лет. То есть это вот еще дополнительная такая мера поддержки еще и средств материнского капитала. Ирина Вячеславовна, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова